МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север. В студии Ольга Руслова. Здравствуйте. До 28 января зимняя дорога на Ренмар-Усинск закрыта для всех видов транспорта. Накануне на зимник выезжали представители заказчика, подрядчика, спасатели и съемочная группа телеканала Север. С каждым годом в России становится все меньше живых свидетелей грозных событий Великой Отечественной войны. Мало кто может рассказать об ужасах и страданиях, пережитых в блокадном Ленинграде. В центре внимания подснежники. Бесхозная техника, брошенная во дворах, мешает проезду уборочной техники, а также машинам служб быстрого реагирования. Снежная ловушка или почему проезд по зимней дороге на Ренмар-Усинск закрыт для всех видов транспорта. Накануне съемочная группа телеканала Север побывала на месте событий. Василий Хатанзейский расскажет подробнее. Десятки машин оказались в снежной ловушке. Из-за погодных условий движения по зимней автодороге на Ренмар-Усинск запрещено. Но, несмотря на все ограничения, некоторые водители отправились в поездку и оказались в жизнеугрожающей ситуации. Сейчас на дороге остались одни большие грузы. Но если посмотреть видео и фото из социальных сетей, можно сделать вывод, что еще утром 26 января водители и пассажиры оказались в западне. И это не единичный случай. Подобных видео много. В адрес губернатора округа поступили обращения от водителей с просьбой повлиять на ситуацию. Юрий Бездудный дал распоряжение направить на проблемный участок спасателей. В этот же день на зимник отправились представители заказчика и подрядчика по содержанию зимней дороги. Спасатели у нас доехали до поселка Харягинский. Легкового транспорта, получается, в сложных ситуациях не было. Встречались отдельные автомобили легковые, которые проезжали навстречу. Была пробка сформирована, скопление автомобилей грузовых на участке. Строящейся дороги в 25 километрах от поселка Харягинский в сторону Наринмара. То есть, получается, там был затор. С 24 января движение по зимней автодороге Наринмар-Усинск было запрещено. Однако на тот момент на зимнике уже были машины. Поэтому автомобилисты следовали по недостроенной дороге, которую обслуживает компания «Техносфера». В данный момент на участке, где образовалась пробка, работает один погрузчик, грейдер и два бульдозера. Это не наша зона ответственности. Там мы пришли на помощь тем, кто оказался в пробке. Пробка в основном создавалась из груженных машин, которые из-за метели не могли проехать. По факту, 25 числа, начиная где-то с ночи с 25 на 26, была перегорошена дорога в районе где-то примерно 175 километра большегрузной машины, из-за которой скопилась достаточно большая пробка. После того, как машину вытащили и развернули, она смогла продолжить дальнейшие движения. Соответственно, пробка стала рассасываться, но аналогичные плохие погодные условия и точно такой же очередной факт уже днем 26 числа привел к тому, что очередной груженный грузовик перекрыл движение, и из-за него застрявшие ранние люди также опять были вынуждены на долгие часы задержаться до обеспечения проезда. Сейчас на зимней автодороге движение урегулировали, но автомобилисты проезжают с трудом. Ну, выехал с Харяги в 6 часов вечера, вот, не можем проехать. Вчера ехал так же, не могли проехать. Дорожники ничего не чистят, и самосвалы вот эти их не застревают. На данный момент автомобили пропускают группами, чтобы избежать скопления транспортных средств. Обеспечен проезд, там сопровождает проционно, скажем так, да, перекрытие, было перекрытие движения подрядчиком, произведено в целях недопущения, да, повторения ситуации. Операционно отправляют машины для того, чтобы те, кто уже, естественно, в первую очередь легковые машины и, ну, не целегковые, да, то есть машины жителей, скорее всего, округа, которые могут беспроблемно доехать, могли возвращаться. Большегрузная техника, да, отправляется с учетом фактических обстоятельств и дорожного полотна. Мы рассчитываем то, что уже завтра с утра, скорее всего, движение по зимнику будет полностью восстановлено. В связи со сложившейся ситуацией на зимник выехали сотрудники правоохранительных органов для проведения проверки. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, телеканал «Север». За прошедшие сутки в регионе выявлено 26 новых случаев заболевания COVID-19. В числе заболевших 22 жителя Наринмара и поселка Искателей. Также зарегистрировано 4 привозных случая из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ненецкому округу. Как сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа, сейчас на лечении в стационаре окружной больницы находятся 26 пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 190 жителей лечатся на дому. В регионе зарегистрировано 89 летальных исходов от коронавируса. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 721 человек. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3706 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 3423 человека. Напомним, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности. Работают посты и педконтроль в аэропорту Нарьинмара на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оми и Неси. Обязателен масочный режим. Введена система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Действует постановление главного государственного санитарного врача по Ненецкому автономному округу об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. С 27 января все учащиеся образовательных учреждений Нарьинмара и поселка Искателей переведены на дистанционный формат обучения. Две резонансные чрезвычайные ситуации произошли на этой неделе в Ненецком округе. Огню подверглись сразу два объекта социальной сферы. 26 января в 3 часа ночи на пункт диспетчера пожарной части поступило сообщение о возгорании в школе поселка Искателей. Первыми на место пожара прибыли сотрудники отдельного поста, расположенного в поселке Искателей. По прибытии было обнаружено открытое горение в одном из кабинетов одноэтажного здания школы. В здании школы находился сторож, который вовремя обнаружил возгорание и сообщил в пожарную службу. Также сработала пожарная сигнализация. Сигнал был продублирован на пункт диспетчера. Возгорание удалось ликвидировать на ранней степени и избежать более тяжких последствий. К тушению пожара в общей сложности было привлечено 10 человек личного состава пожарной части и 3 единицы техники. Возгорание было уже ликвидировано и локализовано в 3.15-3.20 ночи. В настоящее время причины возгорания устанавливаются. Материалы будут направлены в специализированную пожарную лабораторию в Республику Коми. Предполагаемая причина пожара – это проблемы с электропроводкой. Отметим, что в апреле прошлого года в этой же школе уже было возгорание в электрощитке. Дети и сотрудники были эвакуированы до приезда пожарных. Еще один пожар на этой неделе, 25 января 2022 года, произошел в поселке Амдерма. В результате пожара здание Дома культуры практически полностью уничтожено огнем. Развитию пожара способствовали неблагоприятные погодные условия в виде сильного ветра. К ликвидации пожара были привлечены силы и средства отряда Государственной пожарной службы, пожарно-спасательного подразделения Амдерминского аэропорта и местное население. В общей сложности в тушении пожара было задействовано 16 человек и 4 единицы техники. В понедельник, 31 января, в Амдерму вылетит дознаватель для установления причин возгорания. Катрина Тайборей, Владислав Москин, Телеканал Север. Бесстрашие и упорство 27 января 1944 года была полностью снята блокада города Ленинграда. Почти 900 дней ленинградцы жили в настоящем аду, радуясь крохотному куску хлеба. В память о тех суровых испытаниях ежегодно проводится всероссийская акция «Блокадный хлеб». Тему продолжит моя коллега Анастасия Евтыса. С каждым годом в России становится все меньше живых свидетелей грозных событий Великой Отечественной войны. Мало кто может рассказать об ужасах и страданиях, пережитых в блокадном Ленинграде. На Ринмаре сегодня живет всего лишь одна блокадница. Валентина Иосифовна Коткина была младенцем блокадные дни. Когда город был осажден, ей исполнилось всего 4 месяца. Несмотря на это, она рассказывает о тех тяжелых испытаниях, выпавших на долю ленинградцев так, как будто сама была свидетелем этих печальных событий. Все это она знает по воспоминаниям мамы и старших сестер. В 42-м году я родилась, 2 мая. А блокада у нас началась в 41-м году, 8 октября. Папа уже ушел, забрали его, а мама работала тоже. У нас там колхозы в Ленинградской области, они оба в колхозе работали. Мама работала, ездили на станцию, товарные вагоны разгружали, и какой приходил груз или чего, привозили. Отца она так никогда и не видела. В 41-м его призвали на фронт. Оказавшись за блокадным кольцом, он так и не смог попасть в Ленинград. Позже его объявили пропавшим без вести. До сих пор с трепетом и любовью хранит Валентина Иосифовна Старенька. Вот такое родное письмо отца. Добрый день, милая моя семья Любочка и мои милые дети Таня и Нюра, племянница Вера. Шлю я вам свой сердечный привет и все, и всех крепко целую. Я жив и здоров, сдал скот. Вот, пошел домой, но пришел и... Пришлось вернуться, путь мой был закрыт. Пришлось вступить временно в колхоз до первого возможного случая. Так и буду собираться домой, это к маме. Вот Любочка, он всю жизнь звал только ее Любочкой. Любочка. Именно так с нежностью звал Иосиф Тимофеевич свою жену. А она заветно ждала своего любимого и верила, что он вернется. С нескрываемой болью вспоминает Валентина Иосифовна о судьбе своей матери. Ой, Господи, жалко прям вот, что родители очень мало пожили. Она потом его всю жизнь ждала и все вот, все глаза проглядела. Когда вот на стуле еще, как говорится, смогла после болезни-то посидеть. Говорит, меня держат. А я тогда еще маленькая, что в одеяле, ничего ли. Ну, уже понимала, что соседи какие-ли идут, вести какие-то там со станции несут, рассказывают, что. Вот там-то письмо было к такому-то, а такой-то вот лежит в госпитале. А она не знаю, до каких пор она, может быть, до школы она, до моей. Пока я в школу не пошла, она все ждала его. Несмотря на все тяготы и испытания, выпавшие на долю Валентины Иосифовны, она прожила счастливую жизнь. После войны, как и все девочки, работала и ходила на танцы. Так и познакомилась со своим будущим мужем. А тут какой-то новенький. И он так посмотрел на меня, и на танцы пошла, и он меня приглашает. Я, говорит, первый раз сегодня приехала только. Я, ну, не будьте, как говорится, любопытны или чего, я спросила, говорю, откуда. Он, я, говорит, с Творцовой площади. А я говорю, чего? Он говорит, ну, там тоже, говорит, служба была. А больше... Он служил последний год. В Ленинграду он еще был, в Северский район, в городе Северский. Там у него часть была. И тут, значит, служил. Мама у меня еще живая была в то время. И как-то мы с ним подружились. С танцев привожает. Немного позже молодые люди поженились, и у них родилась дочь. В 1964 году Валентина Иосифовна переехала в село Нейс. Здесь она работала 24 года на местной пекарне, а затем перебралась на Ринмар. Но несмотря на то, что прошло уже более 70 лет, Валентина Иосифовна не забыла те страшные дни в блокадном Ленинграде. А для того, чтобы об этом помнила молодое поколение, 27 января по всей России проходит акция «Блокадный хлеб». Я хочу сказать, что в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне руководители потребительских обществ собирались и думали, каким образом можно внести лепту от кооперации. Поэтому было предложение провести акцию «Блокадный хлеб». Этот блокадный хлеб выпекали к 9 мая и раздавали пока в сельских населенных пунктах, практически во всех центральных усадьбах. Затем в 2020 году эта акция стала уже всероссийской, когда Владимир Владимирович Путин объявил о том, что она будет проводиться 27 января. Сейчас она до этого мы проводили 9 мая. Но хочу сказать, что технологию мы попросили технолога с Архангельска, который нашел технологию 1941 года и хлеб выпекали именно вот такой. Всего в Наринмаре было испечено порядка 100 буханок. Сегодняшняя технология сильно отличается от рецептуры 125-граммового блокадного хлеба. Но сегодня у нас хлеб был из пищевых продуктов. То есть у нас получается обдирная мука, ржаная мука, масло растительное добавлено, солод и соль. Помимо раздачи блокадного хлеба, в рамках акции прошли уроки памяти в образовательных организациях. Были распространены оливково-зеленые блокадные ленточки. Ленточка, ее еще по-другому называют блокадной ленточкой. Она использовалась на медали за оборону Ленинграда. Поэтому она символизирует ленинградскую победу. Оливковый цвет означает победу, а зеленый цвет – жизни. Акция направлена на сохранение исторической памяти. Она служит проводником к печальным и трагичным страницам истории нашей страны. Акция своего рода стала напоминанием о том, что такие события не должны повторяться. Анастасия Евтысая, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Остались небольшие штрихи. Уже в скором времени будет сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на улице Рыбников. Об особенностях проживания в новом доме расскажет Василий Хатанзейский. Новый пятиэтажный дом по улице Рыбников начали строить в 2019 году. В настоящее время стройка вышла на финишную прямую. На этой неделе многоквартирный дом уже прошел комиссионное обследование и приемку. Фактически квартира полностью готова. Осталось закончить буквально последние штрихи. Чисто косметически где-то подклеить обои, где-то необходимо буквально помыть полы. То есть все, дом полностью готов. Получено заключение по КТС. О том, что система тоже все пригодна. Соответственно, нет никаких существенных замечаний. Поэтому до конца этой недели, надеюсь, подрядчик сможет уже провести влажную работу, буквально промыть, протереть, чтобы мы могли передавать квартиры уже жителям. Поэтому на следующей неделе надеемся на то, что по окончательной приемке сможем составить соответствующие акты и будем регистрировать квартиры для дальнейшей передачи их жителям нашего округа. Один из плюсов проживания в этом доме – небольшая оплата за отопление, что существенно минимизирует расходы за оплату коммунальных услуг. Дом выполнен из керамического кирпича, так называемая теплая керамика. Для каждого конкретного проживающего человека это будет ощутимо для комфорта. Дома очень энергоэффективные. На сегодняшний день мы, получается, за отопление всего дома по каждой квартире, мы платим по счетчикам, у нас получается порядка 35 тысяч в месяц. То есть это в среднем по 500 рублей на каждую квартиру. Для каждого проживающего это также будет очень ощутимо на коммунальных платежах. На этом плюсы не заканчиваются. При подготовке технического задания предусматривали возможность передачи показаний учета приборов в электронном виде дистанционно. Подрядчикам сделано непосредственно все в том соответствии, как должно быть, за счет чего управляющая компания, после того, когда она поделит способ и систему, в которой будет работать, и жители смогут электронно подавать все показания для того, чтобы максимально безопасить и, соответственно, соблюсти все нормы и требования, в том числе пожарной безопасности. А если дать котлы, оборудованные системами дыма и газового улавливания, которые за счет возможности работы в удаленном режиме могут быть получены в управляющей компании, и, соответственно, заранее проанализированы, получены, обработаны и предотвращены возможные негативные последствия для жителей. 68 квартир в этой многоташке получат жители Наринмара, находящиеся в очереди по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Василий Хатанзейский, Антон Бодряков, Телеканал «Север». В центре внимания так называемые подснежники. Проблемы оставленных машин на дворовых территориях существуют уже немало лет. Только за 2021 год службой муниципального контроля было пресечено более 80 нарушений. Брошенное авто или так называемый подснежник – проблема, которая существует во многих дворах города. Они мешают не только жителям близлежащих домов, но и коммунальным и экстренным службам. Эти «Жигули» уже не первый год стоят возле дома номер 35 по улице Ленина. Транспортное средство не только мешает коммунальным службам качественно очистить территорию от снега, но и препятствует парковке автомобилей, которая постоянно находится в эксплуатации. И это не единичный случай. Среди заброшенных транспортных средств есть много таких, которые давно утратили свой функционал. Однако есть и вполне приличные, и даже с госномерами. Но хозяева о них почему-то забыли. В отдел муниципального контроля часто поступают обращения от граждан по фактам размещения разукомплектованных транспортных средств и транспортных средств, препятствующих уборке придомовых и дворовых территорий. Данные факты являются нарушением правил благоустройства. Также данные факты выявляет отдел муниципального контроля администрации города в ходе своих контрольных мероприятий. В ходе контрольных мероприятий перед сотрудниками муниципалитета стоит задача по выявлению нарушений требований благоустройства, установлению собственников транспортного средства и принятию мер с целью устранения нарушений. Задачами отдела муниципального контроля является выявление собственника транспортного средства. В случае невозможности установления собственника данное транспортное средство признается безхозяинами, оформляется в собственность администрации города. Так, в 2021 году было оформлено в собственность администрации города три транспортных средства. Если вы заметили какое-либо транспортное средство, которое на протяжении долгого времени стоит и мешает проезду уборочной техники, а также машинам быстрого реагирования, вы можете обратиться в отдел муниципального контроля по номеру телефона, который вы видите на своих экранах, или лично по адресу улица Смедовича, дом 11, кабинет номер 3. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире. Оставайтесь с нами.